Обращение к главе Республики Башкортостана Раде Фаридовичу Хабиру. Мы, жители деревни Зубовка Краснокамского района Республики Башкортостан, просим вас помочь нам в решении наболевших вопросов. Много лет мы ходим по инстанциям и безуспешно. Наша деревня находится на границе с Удмуртской республикой. Мы находимся на федеральной трассе Уфа-Ижеск. Новый мост был построен, за это огромное спасибо. Но осталась проблема с дорогой, которая ведет на новый мост. Дорога находится в ужасном состоянии, яма на яме. Машины соседних республик постоянно бьются. Мост около деревни Воробьевка давно требует ремонта. По нему просто опасно ездить. Еще у нас нет и не было автобусного сообщения с города Нефтекамском, хотя мы находимся в 5 километрах от города и 15 минутах езды. Местные чиновники не хотят решать эту проблему. А директор филиала Башата Транс Нурисламов Альберт говорит, что денег у Башата Транса на это нет. Что у них одни потери, что наоборот все деревенские маршруты из-за убытков закрывают. А вы хотите автобус. Поэтому нам всегда отказывают зимой. Нам приходится ходить пешком. Нас не всегда берут попутки, попутный транспорт. А так как у нас нет магазинов, нет больниц, нет школы и садика, нам постоянно приходится ездить в город Нефтекамск. В этом году мы, как всегда, не смогли попасть на выборы, так как не было автобуса. Также неоднократно и более 8 лет мы просим провести газ в нашу деревню. Но, как всегда, администрация даже слышать не хочет об этом. Одни отписки. Музяковский сельсовет и район не может и не хочет решить эту проблему. Ссылаясь на постановление и законы, что деревня маленькая, в ней только 60 домов, экономически невыгодно для района. Но мы просим не только для нашей деревни, но и для пионерского лагеря Бригантирован, который находится в пяти минутах от нас. Да, в летнее время там много детей, а в зимнее время он пустует. Но эту проблему тоже можно решить, сделав в зимнее время санаторий. Также около нас несколько дачных поселков, такие как Дубники, Медик, СНТ, Лесная дача, их более восьми. Для них тоже можно провести газ. Люди хотят жить. Два года назад был сделан проект на газификацию на детский лагерь Бригантин. Но по нему и нас должны были газифицировать. Но почему-то это все осталось только на бумаге. На сегодняшний день мы отапливаем в свои дома электричеством и дровами. Электричеством выходит очень дорого. Лично у меня за три месяца обошлось 60 тысяч. Это для меня очень большая сумма. Свет бывает, отключает и перебои. Дрова тоже дорого стоят. А делянки нам выделяют за 50 километров. А как быть пенсионером? Газ нам необходим. Потому что в соседней деревне Воробьевке платят за свет 500-600 рублей, а за газ 2-3 тысячи в месяц. Также к нам не применяется понижающий коэффициент 0,7 по оплате за электроэнергию. На территории нашей деревни находится речка. Мы неоднократно просили администрацию Музяковского сельского совета привезти пожарный пруд в надлежащее состояние. Но до сих пор этого не было сделано. Уже были случаи, когда горели дома в нашей деревне и в дачных товариществах. А люди оставались без всего. Так как пожарные едут очень долго, а вода быстро заканчивается. И взять ее негде. Данная семья до сих пор не получила лес на строительство. Наша деревня находится в лесном массиве. У нас отсутствует пожарный ров. И что делает нас заложниками данной ситуации? Уважаемый Радий Фаритович, просим вас помочь нам. Мы видим вашу работу с первых дней. Многие вопросы уже решены. Вы быстро и грамотно решаете наболевшие проблемы в республике. Мы уверены, что и нас вы не оставите без внимания. Надеемся на совместную и плодотворную работу. Мы всегда вас поддержим. С уважением, жители деревни Зубовка. Спасибо. 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 Мы присоединяемся полностью.